Вопрос развития парка имени Ларисы Лазутиной поднимается главой района Андреем Ивановым практически на каждом совещании. Таким образом, отчет о проделанной работе заслушивается и обсуждается еженедельно. В данный момент там продолжаются работы по установке освещения, очистке леса, по прокладке электричества, по прокладке системы видеонаблюдения, оптоволоконного кабеля. Работы идут в хорошем темпе. На прошлой неделе Виталий Викторовичем было озвучено, что очищено уже 25 гектар территории. Нам хочется понимать, как продвигается благоустройство сейчас, что было сделано за неделю. Несмотря на работы по реконструкции, на трассе проводится все больше мероприятий, причем не только спортивных, но и эколого-краеведческих. Дело в том, что на территории парка расположен комплекс уникальных курганов. Сейчас, когда идут работы по очистке леса, у нас есть возможность подчеркнуть эти курганы, потому что благодаря лесу они остаются фактически в очень хорошем состоянии и визуально видны хорошо посетителям. В эту субботу более 30 человек вышло в лес, это была специальная акция, провели работы по расчистке дорог курганом и по маркировке этой дороги с помощью щепы. С 15 июня на трассе 9 раз в неделю проходят бесплатные и платные групповые спортивные занятия. Идет подготовка многофункциональной площадки и площадки для воркаута. Однако периодически возникают проблемы со сроками и качеством работ. Возможно, такой подход будет стоить подрядчику контракта. Нам бы хотелось поменять подрядчик, чтобы потом все не переделалось. Я такую задачу вам ставил, необходимо проговорить с Баукиным, или дойти до Игоря Юрьевича, и отказаться от этой подрядной организации. Сроки не выполняют, качество не устраивает. Зачем нам тогда нужен такой подрядчик? Большая часть работ по реконструкции парка должна завершиться уже в июле. В ходе совещания была детально рассмотрена деятельность Одинцовского многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг. В последнее время его работу удалось серьезно оптимизировать. Глава района представил участникам совещания нового начальника МФЦ Павла Кондратского. Человек, который подхватил ситуацию, которая заваливалась, как вы видели, на нашем муниципальном совете, когда мы заезжали в МФЦ, и за последние полторы-две недели заметны явные интенсивные перемены к лучшему с точки зрения организации работы. Сегодня центр оказывает заявителям 132 различные услуги. 42 муниципальные, 60 региональных и 32 федеральные. Наиболее востребованные – регистрация права собственности, выписки из Единого государственного реестра прав и постановка на кадастровый учет. С начала года заявителям оказано без малого 30 тысяч услуг. Глава района Андрей Иванов отметила важность скорейшего открытия МФЦ в поселениях, в первую очередь в Кубинке и Никольском. Вопрос установки на территории нашего района въездных знаков также обсуждался достаточно подробно. Они должны стать визитной карточкой и муниципалитета, и региона в целом. Была проведена работа совместно с поселениями о количестве и расположении знаков. Соответственно, каждое поселение предоставило свои желаемые места, где хотели бы видеть знаки. В итоге получилось общее количество, если их так систематизировать. То есть въезд в Московскую область со стороны Москвы 2, количество знаков въезда в Единцовский район 8, в городские поселения 29 и в сельские поселения 53. Всего 92 знака. Красота требует жертв. В данном случае бюджетных средств. И чем интереснее решение, тем оно дороже. Андрей Иванов попросил об этом не забывать. Безусловно, первый, второй вариант, третий тоже. Огромные суммы и знаки знаками, но эти деньги можно потратить на детские сады. Мы все прекрасно понимаем. Нужно искать какое-то компромиссное решение. Мы, конечно, знаки – это наше лицо, но и большое количество проблем на территории, которые мы не замечать не можем. Окончательное решение должно быть принято после утверждения региональным министерством транспорта рекомендуемого варианта. Продолжение следует...